Вы такая умная, интеллигентная, из профессорской семьи, вон образ какой выбрали мужчины. А вот туда меня дошли сведения, что вот на этом месте молодого красавца должен почему-то сидеть был мой бывший. Вот вы, что это вдруг, где качер, а где мой бывший? Ну это же знакомый вы просто. Какой знакомый? А вы, что это? Дело в том, что мой дружить с девушками бывший не умеет, он с ним только спит, дорогая моя. У нас не было ничего такого, Роза. Вот и шок мне сейчас, как вас ватать-то, дорогая. Роза, могу сказать честно, на всю страну у меня не было интимных отношений с вашим бывшим мужем. А что вас тогда могло связывать? Да, и что он должен был бы сделать? Он что, испугался, что ли? Хорошо, Оль, а что вас может, он же дегенерат абсолютно, одна извилина, а вы такая интеллектуалка. Он вам зачем? Он же абсолютный. Скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты. Вы, когда рассчитывали и приглашали его на программу, вы на что рассчитывали? Роза. Чтобы же, чтобы он, вот я даже не представляю. Я объяснила ситуацию, мне хотелось позвать людей, которые имеют отношение к программе. Например, Юрий, мы часто с ним обсуждали многие нюансы. Причем здесь вот? Он должен был прийти на шоу тоже. И с ней побороться. И поэтому я хочу... Вы в каком, в вертикальном или в горизонтальном состоянии? Роза, я повторяю второй раз. Меня прямо, все прямо... А почему, Юрий, уже не живет, Роза? Так не живу, собственно говоря, а что же за мой счет-то все время, а? Что же мне, извините, своих любовниц приводят? Я еще свататик должна. Роза, у меня не было ничего с Юриной. Ой, да ладно, Оленька, вы знаете, ну, я просто хорошо своего Юрка знаю. Четыре года я с ним промучилась. А мне, знаете, плохо. Да я просто знаю, что там происходит. Он просто так не будет никого. Он такие деньги попросил. Будет он просто так, из-за хороших побуждений, значит, если он с вас денег не снял, значит, в принципе, тогда вот с нас давайте снимем. Ну, хватит уже за мой счет, извините, свои дела делать. В отличие от Розы, выдала бы вас замуж за Юру, а что, тебе бы лучше было? Ой, да я пристроила бы, наконец бы, чтобы уж перестали ходить и звонить вообще. Давайте я лучше троих женихов посмотрю. Давайте. Было очень приятно, мне очень понравилось. Анастасия, а вам? Знаете, мне жених очень понравился. Мне кажется, он подходит Ольге, потому что он такой положительный, семейный, интеллигентный. Ну, вот как раз как она ищет. А Роза? Вот все, что я сейчас не скажу, буду хорошо, скажет, врет. Буду плохо говорить, скажет, понятно, почему. Я так, я сама с собой, не надо вам было с Юрасиком-то. Если бы я знала, Роза. Правильно, а ты что была, извините, глухая, слепая, интернета у себя нет. Я не знала, что я буду принимать участие в программе. Вот, Мила, а теперь вот по полной программе давай. Мне очень понравился Игорь. Да, хороший, Горюш. Хороший мужчина. Мне понравились его и брат, и сестра, и мамочка. Поэтому будет возможность, будем встречаться и будем дружить, потому что мало сегодня вот таких приятных, образованных мужчин. Прекрасный жених, прекрасный. А когда к нам приходят мужчины и говорят, хочу к себе как Деми Мурт, да, или как Ларису Гузееву, почему эта героинь не обижает? Ну, потому что они чувствуют, что... Нет, просто героинь не высказывает. Думаешь, их обижают тоже? Да. Вот меня обижают. Роза, кто тебя так испортил? Кто тебя так научил ломаться? Вот так как-то ужасно просто... Лариса, ты хочешь, чтобы я показала истинное свое чувство? Вот хочу. Потому что это мне сейчас помогает. Я бы ее вот сейчас, эту невесту, попросила бы, придушила бы. Но мне моя интеллигентность мешает. А вот, а я тебе вот разрешаю. Давай так, все-таки есть. Нет, а дайте, чтобы человек вот это напряжение снял. А вот разрешаю, дайте две минуты. Рви, Роза. Кого? Вот тебе даю две. Вот не знаю, кого, меня, я не знаю, что тебе сейчас мешает. У тебя клокочет, смотри. У меня к тебе претензии нет, а у меня есть претензии к невесте. Понимаете, пришла любовница моего бывшего, а я, значит, как сваха, давайте ее сватать. Я не любовница. Да что вы говорите? Вы, значит, врете, вот врете. Роза, я готова пройти до теста ружей. Он мне телефон оборвал смс-ками. Роза завелась. В социальной сети вы же мне писали, вы писали. По поводу программы, по поводу Юрия я вам писала. Вы меня просили по поводу программы, а до этого Юрия оборвал мне телефон, я даже телефон поменяла. Я не отвечаю за действие, Юрия. Я могу предъявить столько писем. У меня адвокаты давно уже сидят и ждут, когда я в суд подам. Роза, я не отвечаю за действие, Юрия. И вы же после всего этого приходите. Розалия, ты успокоилась, девочка моя? Да, успокоилась. Алексей, молодой для вас. Успокойся. Ну кто тебе? Ольга тебе не соперница. Юра, триста не тебе не нужен. Сдохни, гад! Подружка моя надрывается. Здесь у меня сердце уже болит смотреть на нее. Паразита кусок. Тем более, что нам экстрасенсы предсказали, что ровно после того, как он сдохнет, через полгода Роза выйдет замуж. Роза, чем тебе еще утешит? Ну посмотри, несчастная Ольга, у тебя двое детей. Чего только у твоей жизни не было. У тебя любовник один за другим. Ну что ты так переживаешь? Ну что, господи, ну хорошо, хорошо уговорила. Алексей молод, вы для него староватая. Ох, какая. Нет, у меня вот, у меня, кстати, это, а то сейчас, может быть, он и зрители подумает, что действительно я вру, придумываю, истерично. Вы говорите, что вы с ним познакомились в социальных сетях, правильно, Оля? Да, он мне писал. А сколько раз вы с ним встречались? Несколько раз. А где вы встречались? Ну, первый раз мы увиделись, было мероприятие в одном из ресторанов, официальное открытие, и я ему предложила составить компанию, и Анастасия была на этой встрече. Так, хорошо, а вы входили вот в ресторан как пара, потому что там есть... Нет, я приехала с Анастасией. Пресс-волы там фотографируют. Мы приехали вдвоем с Анастасией, Юрией по рекламу уже, да. Чем он взял-то вас, что вы захотели с ним дружить? Что он может выслушать, сказать свое мнение. Поцеловать? Нет. Как нет? По-дружески, там, щечку. Ну, конечно, по-дружески, щечка. У меня, Роза, может быть... До дома вас проводить. Может, для вас удивительно, у меня много есть друзей и мужчин, и женщин. А, кстати, вам как вот друзья-мужчины? Ну, к друзьям-мужчинам я с опаской отношусь. Зря, прекрасно. Есть друзья-мужчина в зале, есть несколько друзей, шикарных, мои друзей-мужчины. Мужчин, которые пришли за меня поболеть. Ну, с вашими формами только дружить. А Юр как раз любит такие формы. Вообще, в одном типаже Женя были, иначе бы мне нечего было рассказывать. Роза, а вкус, понимаете, у каждого свой вкус. Я не могу себя назвать, да, с модельными параметрами, но у меня вот все пропорционально в фигуре. Кому кто нравится, мы все разные. Понятно. А он мне тут рассказывал на тысячу, что, говорит, я жениться собралась. Не на вас ли? Если на мне, я об этом не в курсе. У меня вопросов нет. К вам. Это песня очень зажигательная. Нет, они смотрятся хорошо, они гармонично очень смотрятся. Он крупный такой, она крупная. Да, да, да. Я снова иду в ночной дискобар за новым скандалом на запах сигар. Когда звучит эта музыка вокруг, я краду всех парней под рук. Она уже моя, сомнений нет, и мне не важно, кто ее обнял брюнет. Я знаю, что сейчас я начну разговор и крикну «Эй, танцор!» Я беда-беда, йо-о-бой, ну заведись, а дискобой. Я посмотрю в глаза, поманю рукой, заберу ее с собой. Я беда-беда, йо-о-бо-бо-бой, ну заведись, а дискобой. Я посмотрю в глаза, поманю рукой, заберу ее с собой. У меня такой ощущений, молодой философ. Да, да, роза зажигает. Молодцы вообще. Да. Вот они с розой, хорошая пара. Да, да. Я ловлю такой кураж, и мне не нужен длинг. Я крутой, как стинг, и она, как пинг. Одно мгновение, и я уже стою, и свой хитовый микс для нее пою. Возраст и опыт выигрывать над молодостью. Сто процентов. Буляй! Я беда-беда, йо-бо-бо-бо-бой, ну заведись, а дискобой. Я посмотрю в глаза, поманю рукой, заберу ее с собой. Роза Ольгу просто утерла. Класс, роза the best. Оль, вы знаете, никто не виноват. Вы не виноваты. Роза не виновата. Мне Розку жалко, у меня просто сердце надрывается. Невозможно. Я все видела, я все это чувствую. Какой-то ничтожный человек. Ничтожный просто, который разбил Розе сердце. Время прошло, а оно нифига ничего не лечит. Понимаете? Да потому что оно идет косяком, Лариса. Оно идет. Я не могу спокойно, понимаешь, я открываю журналы и читаю там, опять имеющие отношение к нему. Ну это, ну сколько уже можно? Ну сколько можно? Еще чего ему паразитировать, Роза? Ну что, что еще? Давай будем считать, что вот эта вот сегодняшняя программа, и все, и вот она закончится, и я тебя прошу, вот просто поставь точку. Мы не знаем, выйдет Ольга одна или со сбранником. Я приглашаю всех. Выходите, давайте ее поддержим. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. 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 Ольга, на самом деле, когда я сначала увидел тебя, то я, с этим мне очень понравилась внешне. Но потом, когда мы стали общаться, мне немножко не хватило чувственности. Мне немножко не хватило, ну, то твоей интеллигентности, то его ума. Поэтому, простите меня, но я не выйду.